Это вечерний канал Прима. Прямо сейчас с гостем поговорим про бесячую работу. У нас в гостях Анна Лыскова, эксперт, коуч. И знаете, вот инфоповод какой на Всемирной Ассамблее Здравоохранения оказывается в Женеве, который проходил синдром эмоционального выгорания на работе официально признан диагнозом, болезнью. Вот давайте прежде чем мы обсудим это и поговорим о том, как этого избежать. Посмотрим опрос. Мы спрашивали у красноярцев, на каких работах чаще всего выгорают люди? Ого, какой сложный вопрос. Я думаю, что каких-то скучных профессий, типа бухгалтер, экономист. Сантехник, например, выгорает на работе? Мне кажется, нет. У него каждый день разнообразие. Разные вещи, да, из труб достает. Продавцы, кто сидят в магазинах, никуда не ходят, постоянно сидят на одном месте. Какие-то офисные сотрудники. Когда человек вот именно только в одном, как робот работает, в одном состоянии, то, наверное, да, это очень сложно. Есть автоматизированные производства, где прям роботы работают. Вот они на рабочей силу и выгорают, да? Там, где роботы работают, они как могут выгорать? Бухгалтера. А почему? Ну, они сидят с бумагами на одном месте. А если перемещаться им? Они не перемещаются. Ну, те, кто с огнем работают, наверное, у горячих печей, выгорают на работе. Шутки, минутки такие. От красноярцев очень хороший юмор, мне нравится. Ну, мы услышали варианты, да, от бухгалтера до пожарного. Но все-таки, вот этот синдром выгорания на работе, почему так получается? Как с этим бороться? И как понять, ты выгорел на время, и через какое-то время сможешь реабилитироваться? Или все, нужно бросать работу? Друзья, ну, всем добрый вечер. Тоже, скажем так, улыбнуло и последнее. Красноярец, да, поделился и первое. Ну, на самом деле статистика несколько иная. И, безусловно, первые на очереди, кто выгорает, это люди, занимающиеся, ну, скажем так, социальными профессиями, учителя, врачи, те, кто работает в продажах, в клиентском сервисе. Да, то есть те, кто вот на линии фронта, и очень много именно людей через них проходит, иногда десятки, сотни ежедневно, и приходится вкладывать. То есть люди — это самое большое зло, получается, в этой сети? Конечно, нет. Смотрите, здесь очень важный момент. Вы работаете, ну, вот, работа по душе, она вас зажигает. Вы можете себе ответить на вопрос, то, что я делаю, мне нравится. То, чем я занимаюсь, оно мне приносит удовольствие. И если вот на эти вопросы уже, да, вы однозначно не можете ответить «да», то это, может быть, ну, вот, какие-то моменты, какие-то признаки того. Эмоциональное выгорание — это всегда, и синдром, да, это всегда индикатор, когда организм, твое тело тебе говорит, что что-то не так, да, у тебя, ну, вот, признаки, да, может быть, такие, которые кто-то посмотрит. Да, как понять, что ты перегораешь. А как понять, когда нет желания, нет желания ни к чему, ни вставать утром на работу, да, ни в принципе чем-то заниматься, когда апатия, когда не можешь уснуть или, наоборот, очень много хочется спать. Вот классная тема для понедельника, потому что, может быть, кто-то сегодня проснулся и понимает, ничего не хочу, никуда не хочу, да, а нужно идти на работу, там, выполнять какие-то свои обязанности. А сколько вы на своём рабочем месте работаете? Классный вопрос. Да, вот эти вопросы вы себе задаёте в том числе? Да, безусловно. У меня пятеро детей, и поэтому я не представляю себе как-то иначе жизнь и работу вот вне своего места. Это когда я эти вопросы задаю, наверное, в периодичность раз в полгода. И если я понимаю, что что-то вот уже, мне нужно спасаться очень быстро, потому что, ну вот для меня эта ситуация может быть катастрофическая. Да, я также хочу сказать, что эмоциональное выгорание не только у тех людей, которые, ну вот, кто работает, да, кто занят трудовой деятельностью. Ведь многие молодые мамы тоже подвержены этому, об этом говорят. Вы знаете, основные причины, ну вот мы тоже с коллегами, когда понимаем, очень часто уже этот термин всё чаще и чаще возникает. И в профессиональных сообществах, и на конференции, и работодатели уже готовы делать с этим что-то, да, для того, чтобы предупредить. Потому что за границы работодатели очень активно борются в Европе, например, выходные прямо в некоторых городах запрещено работать. Или оплачивается труд в 2-3 раза дороже, чтобы работодателю это было невыгодно. Плюс сиеста в Испании, например, тоже классный вариант. Почему у нас не придумали до сих пор ещё? Ну, почему, давайте оставим тем, кто… Ну, это такой риторический вопрос. Да, это риторический, кто внедряет, кто действует на более высоком уровне. Здесь я, наверное, дам такие советы, как это сделать самостоятельно, независимо от того, есть ли это в вашей организации, на предприятии. Чтобы каждый из нас дома смог прийти и подойти. Важно, вот сейчас очень модное слово «перезагрузка», но важно и разгрузиться. Да, если у вас работа, связанная с тем, вот сказали первый вопрос, да, бухгалтеру, наверное, скучно, да, в том числе, когда статическая работа. Элементарно есть три самых основных фактора, ну, вернее, не фактора, а способа, да, как вот себя, скажем, и предотвратить, и вытащить, если это на какой-то первой, второй стадии, да, на начальной. Обязательно это физическая активность. Не хотите бегать, ну, для вас там не можете позволить себе спортзал, гуляйте, ну, хотя бы сколько-то пройдите. Да, столбы у нас есть прекрасно, остров Татышева. Отдых в барах, алкоголь помогает или усугубляет ситуацию? Давайте так, эта позиция не профессиональная, а личная моя? Нет. Нет, потому что тем самым мы ещё задействуем дополнительные резервы для организма, которые истощают. Ещё больше устаем, наверное. Да, ещё больше. Как определить, это усталость или всё-таки вот этот тот самый синдром? Может, это всё-таки, правда, временное явление, и тогда достаточно действительно сходить на столбы и отдохнуть? Вы мне не успели сказать ещё про два фактора. Давайте их назовём, и тогда перейдём к усталости, да. Хорошо, смотрите, для тех, у кого монотонная работа, да, вот куда-то прогуляться, для, и в том числе, ну, вот как вы сказали, да, там не бары, а активные какие-то танцы, да, может быть, что-то связанное с движением. Для тех, наоборот, через кого проходит большой поток людей, книга, единение с природой, да, вот что-то, спокойное, фильм. Ну, как Алексей наш любит, уйти куда-нибудь подальше, забуриться, тайгуриться. Ну, и в-третьих, я назову так, эта семья, это ресурс, который мы всегда так, ну, как-то по статочному принципу. Ребят, семья – это основа основ, ну, это, может быть, как бы моё такое сугубо. Если есть маленькие дети до 7 лет, это всегда источник радости и вдохновения. Вот, например, да, Алексей приходит домой, ничего не хочется, там, да, уже всё, пятница или даже ещё среда, уже тяжело. Но когда тебе навстречу выбегает маленький ребёнок, который рад просто тому, что ты есть, тому, что ты пришёл, тому, что ты провёл несколько минут с ним, да, а в ними ты улыбнётся, вот это один из источников в том числе. Да, возвращаясь к вашему вопросу, напомните его, пожалуйста. Да, вот как понять, что это усталость? Усталость – это или всё-таки уже пора всё? Смотрите, если рано, скажем, рано или поздно у нас у всех это возникает и бывает, но вот как предыдущий, как говорил специалист, врач лорда, когда это уже больше недели, а когда это уже две, когда уже месяц, ну, в принципе, там уже могут признаки депрессии уже идентифицироваться. Поэтому, когда вы понимаете, что, ну, вот нигде вы не можете найти душу, и, собственно, вообще ничего не хочется, не радует уже ни хобби, которые были, не хочется никого видеть, ни с кем общаться, или, ну, вот, как это сказать, чувства притупляются. То есть нет радости и грусти нет, человек становится даже немножко таким, знаете, выглядит хладнокровным, выглядит циничным, общается так, что, ну, вот, как вот колючий. Слушайте, ну, по описанию это больше похоже на обычную банальную депрессию, вот, на мой взгляд, вот то, что там ничего не хочется, ни вставать, ни лежать, ни туда, ни сюда. Ну, а если, допустим, ну, вот нет у меня ребенка до 7 лет, у меня кот и тот младше по возрасту, что вот тогда делать? Ведь не секрет, что врачи первые выгорают. Да, выходит до того, что врачи ненавидят своих пациентов, учителя ненавидят своих учеников, журналисты ненавидят своих зрителей. В какой момент ты понимаешь, что надо уйти, не довести это до ненависти? Для начала в отпуск, а потом, может быть, и на совсем. Да, отлично, предлагает ваша коллега. Когда вы уже первые признаки этого почувствовали, ну, и словили уже не раз и не два, да, нужно сделать какую-то паузу. Если за выходные не проходит, действительно вопрос какого-то отдыха более длительного. И потом, ну, видите, у нас не принято лечить такого рода симптомы, да, мы все, пока еще наше общество не привыкло. Но есть же самолечение в такой ситуации? Вот, в общем, терпил и терпи, чего жалуешься, хватит тут разводить. Да, да, не принято обращаться к специалистам. Я про психологов прежде всего, потому что он сможет и определить, да, он сможет, собственно, начать проработку с этим. То есть, знаете как, я, наверное, ну, не готова сейчас взяться, ну, вот вы так сказали, общим про все. Здесь в каждом частном случае нужно разбираться. Надо работать глубоко. Не все врачи, не все врачи не любят, ведь здесь вопрос даже не в количестве времени, потому что если у человека насыщенная жизнь, если, вот сейчас модно очень прописывать цели, но ведь это и классно, потому что когда ты… Вот этим мы и займемся. Да, есть смысл твоей жизни. После нашей студии. Да. Спасибо большое за ваши советы. Напомню, у нас в гостях была Анна Лескова, эксперт, коуч. Ну, а мы с вами еще увидимся. Ребят, давайте поймем, что у нас будет завтра, в том числе, Анна, подключать, может, вам что-то особенно будет интересно. Полина, что завтра ты расскажешь? Завтра у меня будет отличная подборка завтрака в центре города, где можно недорого позавтракать. Нашла варианты от 138 рублей. И хочу поздравить, у нас, кажется, Сокол сейчас выигрывает 3-1 за Уралием. Да, мы ищем. Да, конечно. Настя, чтобы у тебя выгорание не возникло, почитаю тебе быстрые комментарии. Давай. В чате у Анастасии красивый красный костюм. Спасибо, ребят. Моя депрессия прошла. Все, отлично. Пишите чаще. Какая депрессия.